Забеременели третьим. Все было хорошо. То есть семья у нас довольно-таки благополучная, счастливая была. Историю появления сына на свет папа Иван вспоминает со слезами на глазах. Это были экстренные преждевременные роды на седьмом месяце беременности. Отслойка плаценты на фоне тяжелого заболевания матери. Новорожденный не дышал, но врачи выходили. Спасти маму не удалось. Мальчик недоношенный родился 29,1 неделя по сроку гестации. Растился с весом 830 грамм. Длительное время находился в перинатальном центре. Набирал вес. Он находился в отделении патологии новорожденных, где было осмотрено офтальмологами и обнаружено катаракта обеих глаз. Таких сложных операций на глазах новорожденным в Тюменской области не делал еще никто. На столе малыш, которому чуть больше месяца. Он под глубоким наркозом. Врачи просчитали все риски. Задача удалить врожденную катаракту. Три недели назад сделали операцию на правом глазу, сегодня на левом. Абсолютно ничего не видел. Он не реагировал на свет. Врожденная катаракта вообще очень редкое состояние. Встречается в 10-15 случаях на 10 тысяч населения. И у недоношенных детей это крайне редкий случай. Когда мы готовились к операции, я даже не нашла в литературе подобных случаев описанных. Работа у офтальмологов ювелирная. Размер глаза у малыша всего 16 миллиметров. Толщина хрусталика 2 миллиметра. Но ждать, когда мальчик подрастет, было нельзя. Благодаря современному оборудованию сложнейшая операция по удалению катаракты у младенца выполняется через малые тоннельные разрезы. А потому не требует наложения швов. И реабилитация будет минимальной. Мутный хрусталик препятствует проникновению света. Во время операции мы удаляем мутное вещество хрусталика. Когда мальчик подрастет, потребуется еще одна операция. Сегодняшняя прошла успешно. Но малыша в ближайшее время из больницы не выпишут, пока он в реанимации на особом контроле врачей. Будет набирать вес. А после ребенка переведут в палату к папе. Это для меня было не проблема. То есть кормить, пленать. Я только что у меня два года дочери, Мирославя. Вот только-только я еще подгузники поменял. Иван Ростовщиков уже взял отпуск по уходу за ребенком. Молодому многодетному папе из Ярково предстоит одному растить двух старших детей и младшего Диму. Так мальчика назвала мама. Анастасия Лизаревич, Александр Старожук, Тюменская служба новостей. Иван Ростовщиков, Тюменская служба новостей.